Всем привет дорогие друзья и доброго времени суток. На канале Mobile Gameplay мы играем не только в Injustice 2 Mobile, еще и в другие игры Welcome их посмотреть. Ну а под этим видео я как всегда прошу вас показать свою активность. Нажимайте на пальчики вверх, подписывайтесь на канал, а также ставьте комментарии к этому видео. А также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, ссылку на который вы найдете в описании к этому видео. Давайте мы с вами начнем проходить второй по степени нудности и второй по степени сложности сольный рейд, и это сольный рейд Супермена. Вы знаете, у меня есть какой-то там свой топ сольных рейдов, топ сложностей и топ нудности. Так вот, топ нудности номер один, это как раз таки соло Дарксайда, с которым мы наконец-то попрощались. Кому-то нравится этот соло, кому-то нет, мне, допустим, не нравится. И вот второй рейд по степени нудности, это как раз таки возрождение Криптона и сольный рейд Супермена. Но вчера буквально закончился сезон вторжения лик, и мы все вчера забирали награды, и вот на моем аккаунте новичка выпал артефакт, который как нельзя, кстати, дополнит прохождение сольного рейда возрождения Криптона, потому что он и есть из этого сольного рейда. Единственное, что я пока что не понял, где его вообще использовать, потому что он зависит от множества факторов. Ну, например, плюс 55% усиления урона при выполнении основных атак за каждое усиление на противнике. Но попробуйте еще поймать это усиление. То есть как бы на арене это может быть почаще вроде бы, да? А вот в сольном рейде, ну, не знаю, так себе, типа можно и не поймать за время всего раунда. Второй момент. На 5,5 секунд получает 50% исцеления при нанесении ударов от основных атак каждый раз, когда противник получает временное усиление. Ну, то есть как бы и первая, и вторая часть, это все понятно, как это работает. Вопрос в том, как это поймать, да? Нужно еще дождаться, чтобы это активное усиление на противнике появилось. Поэтому тут очень спорно. Но есть, есть вроде бы как командная прибавка к атаке и командная прибавка к здоровью. А нам того и нужно. В принципе, вот эти эффекты однозначно нам пригодятся. С этими эффектами однозначно будет проще. Я, насколько помню, изначально сольный рейд Супермена был с артефактами, которые тоже были не настроены на командную работу, как и в сольном рейде Дарксайда. А потом через какое-то время артефакты этого сола пофиксили и сделали их командными. А может быть, это было с сольным рейдом Мистера Фриза. Ну, в общем, с каким-то из сольных рейдов была такая же история, как и с соло Дарксайда. Но разработчики опомнились и решили исправить эти самые артефакты. С Дарксайдом? Все, забудьте. У соло Дарксайда уже никогда не будет командных артефактов. Хотя, как говорится, никогда не говори никогда. Может быть, когда-нибудь и появится. Ой, ну очень долго ты кричишь, дай нам уже посмотреть, что делает Капитан Холод. Так, подбосс Капитан Холод имеет иммунитет к оглушению и заморозке, а также наносит повышенный урон от спецприемов. Он оглушает противников при их входе в бой. Так, ну понятно. Значит, здесь мы с вами не дергаемся в плане смены персонажа, а деремся только лишь утопленницей. Ну, в принципе, должно получиться. Он несложный в плане количества хпшки, да? Вроде бы и не так много. И все же мне привычнее, конечно же, бить через нижнюю подсечку. А как вам привычнее? Пишите в комментариях, удобнее ли вам играть с техникой перебива или же с помощью нижней подсечки, как я играю. Но для того, чтобы быть убежденным в технике этой нижней подсечки, конечно же, в первую очередь нужно загнать противника в угол. А для того, чтобы загнать противника в угол, можно как раз-таки воспользоваться техникой перебива, либо пытаться просто аккуратненько играть через блок. Подбосс Бейн снижает урон, который он получает от основных атак и блокирует больше урон, чем обычно. Но ок, зато здесь можно меняться. Благодаря тому, что мы можем меняться, можно будет быстрее загнать противника в угол. А сейчас покажу, как я играю через блок и через смену персонажа, да? А в следующем раунде попытаемся закинуть персонажа в угол уже с помощью техники перебивания. Но перебивать не всегда ботов, к сожалению, получается. Было бы хорошо, но иногда получается очень-очень плохо. Уже много раз об этом рассказывал. Почему я так считаю? Только рассказывал и показывал в том числе. Ну, как бы такая техника имеет место быть. Почему нет? Почему бы и нет? Хорош! Хорош-хорош-хорош-хорош-хорош-хорош! Каждый раз смотреть эту анимацию, конечно же, надоедает. Потому что, ну мы уже посмотрели, как Горилла Грод кричит. Чего ждать еще? Босс Пугала. Под босс Пугала получает повышенный шанс на проведение критической атаки и нанесение урона. Ок, хорошо. Вопрос в том, что я не помню, работает ли здесь основная пассивка Пугала. Потому что если работает, будет не очень приятно. Хотя, с другой стороны, я же говорил, что в этом раунде я через технику перебива комбо покажу, как противника в угол загнать. Ну, типа, быстрее гораздо получается, да, чем со сменой персонажа и блоком. Но и рискованнее, а в несколько раз. То есть, когда вы пользуетесь техникой смены персонажа и блоком, либо же подсечкой, вы практически со стопроцентной вероятностью контролируете ситуацию. Вы сможете вовремя поставить блок. Вы не пропустите по себе вражеский спецприем. Когда вы пользуетесь техникой перебива, вы должны быть всегда готовы к тому, что вы можете наткнуться на жесткую, жидчайшую контратаку со стороны бота. Босс Горилла Грод имеет повышенный урон от основных атак и усиленную защиту. Также он призывает приспешников Горилл, чтобы они помогали ему в бою. Ой, блин, сейчас духота начнется. Вынеси приспешника, потом уже дамаж основного персонажа, да, основного, в данном случае Гориллу, основного Гориллу. Ну, поехали. Чего, драться? Надо, надо проходить. Надо уже допройти этот уровень до конца. Ну и, конечно, награды будут. Куда же без них. Все обосмотрим. А, уже сразу приспешник, да? Я как-то не помню уже, как это происходит. Обратите внимание на то, что у Гориллы имеется его отражающий щит. Это можно заметить по его шкале энергии. Так что делать спецприемы против данного противника максимально опасно. Из-за того, что он может просто так взять и отразить дамаг обратно в вас. По этой причине и опасно. Будем комбить до последнего. Все равно он сейчас приспешника вызовет. А мы, возможно, нет, не успеем накопить. Приспешник, пожалуйста, будьте так любезны. Потратьте энергию Гориллы, чтобы он не делал суперприем. Вот мне того и нужно было. Понимаете, почему я до последнего держал утопальницу, даже когда суперприем у Гориллы был уже накоплен. Все. Конечно, если нет утопленницы в коллекции, то этого босса будет гораздо сложнее пройти. Все проходимо. Понятно, что все проходимо. Другой вопрос в том, со скольких попыток вы это пройдете. Но у нас есть, допустим, Чудо-женщина в золотой броне. У нас есть Джокер, Бэтмен, который смеется. Эти персонажи умеют разбивать вот эти вражеские щиты. Артефакт вот этот. Господи, а что мы там недавно обозревали? Артефакт, который позволяет с помощью спецприемов как раз-таки разрушать любые щиты. Тоже сюда в копилку пойдет. Посмотрите, недавно видео я выпускал. Я не помню, честно говоря, как этот артефакт называется. Не столь важно. Тем, кому интересно, те понимают, о чем речь идет. Буквально, буквально вот несколько видео назад по инжастис мы как раз смотрели на этот артефакт. Вот против данного противника этот артефакт зайдет сразу же, просто в лед. Залетит. Имейте ввиду. Это так, возможные, возможные пути решения проблем с этим. Оп! Как-то я что-то заболтался. Возможные пути решения проблемы с... Да что происходит? С отражающим щитом. А я и не посмотрел, что у него там за модификаторы. Как-то так-то. Как-то я и не посмотрел. Как-то я и забыл про это. Плющ, ты мне больше нравишься в том состоянии, когда ты не блочишься. Вот так лучше. Вот так прям хорошо. Но опять блоки. Но мы же с тобой договорились! А нет, судя по всему, не договорились. Кстати, я сейчас задумался. А вот описание артефакта, да? Там написано, когда на враге висит типа активное усиление. А что, если игра имеет ввиду усиление с нашей стороны? Ну, то есть, что-нибудь, что мы... Хотя, с другой стороны, не знаю. Активное усиление, это же прям на вашем персонаже должно быть. Либо на противнике. Нет, наверное, все правильно я подумал. Все правильно я вам сказал по поводу артефакта. Но оттого не становится более понятным, где вообще использовать этот артефакт. Я не знаю, вы, пожалуйста, кто... Если, точнее, если кто-то из числа тех, кто будет смотреть это видео, играет с помощью этого артефакта и может объяснить его рациональное применение, вы уж, пожалуйста, напишите. Будьте так любезны в комментариях к видео, где вообще этот артефакт будет супер пригодным. Но на арене понятно. А вот в сольных рейдах вообще есть какой-то толк от него? Он же, этот артефакт, все же, да, предлагается как один из возможных путей усиления аккаунта для облегчения прохождения сольного рейда. А посему хотелось бы понимать, как его можно использовать. Пока что не совсем понятно. Как я и сказал, нужно ловить, когда на противнике будет активное усиление, тогда, соответственно, и себе брать это усиление, да, атаки. Но непонятно. Ну что, как и обещал, награды смотрим прямо сейчас. Нажимаем на «да» и смотрим, что выпадает. Ну, неплохо. Лисица, Лисица, это даже неплохо, это даже хорошо, это прекрасный саппорт, но никак не дамагер. Вы знаете, недавно в Телеграме у меня спросили, а почему Лисицу никто не позиционирует как дамагера? Я планирую в скором времени выпустить отдельное видео про Лисичку и объяснить свою точку зрения по вопросу, почему Лисица не позиционируется как дамагер. А может, я ее перекую в супер дамагера, и мы с вами протестим ее, как недавно тестили Рейвен. Пока еще я до конца ролик недопридумывал. Но, тем не менее, награда, вы видите, первый уровень соло. Мы прошли на новичке, возможно, будет еще одна серия, возможно, я не уверен. Ну, а пока что все, пока что достаточно. Пока и до новых встреч.